Так а кто здесь собрался? Ну кто? Кто отмечает ушествие в мир иной Владимира Ленина? Теперь вопрос другой. Почему к людям от 40 примкнулись юные товарищи? Они же ведь не знали, что раньше бензином можно было на пенсию заправиться в 3 раза больше. Не знали, что на пенсию можно было летать в Москву 6 раз. Не знали, что квартплата стоила 2 рубля и при пенсии в 150 рублей за одну пенсию можно было бы заплатить за 6 лет вперед. Ну я не буду говорить о бесплатной медицине лучшего качества и так, чтобы нам завидовали все страны. Я не буду говорить о бесплатном образовании. Я даже не буду говорить о Второй мировой войне, где люди зубами выгрызали победу. И не было страшнее советского солдата, у которого нацисты убили семью. Но это было. Мы это знаем. А еще в рядах милиции был ОБХСС, отдел по борьбе с хищениями Советского Союза. То есть, господа, для самых тупорыглых есть гугл мэп. То есть, посмотрите, как живет коммунистический Китай. Отлично. Домов нету. Как живет Россия? Куча домов. Откуда такие деньги? Ну воровство, откуда же еще? У меня много работников комбината. Обычные люди, да, в 45 лет рассчитались с ипотекой. Но квартиры и домов-то нету. То есть, вы понимаете, откуда и куда наши заработанные деньги утекают. И все ровно и красиво, но не для всех. Владимир Ильич Ленин, уже будучи больным, все равно пытался как-то работать. Работать и в Кремле появляться, и на разных мероприятиях, пленумах. Ему лучше стало в октябре 1922 года. У него вообще ухудшилось состояние здоровья. И 21 числа он 1924 года скончался. Ленин учился в Ульяновской области, где построили дом памяти Ленина. Дело Ленина живет до сих пор. Сегодня мы видим тотальное разрушение нашего государства. Становится платным. Медицина становится платной. Услуги образования тоже становятся платными. Растут цены, народ нищает, разрушаются принципы советского государственного строя. Пока живы коммунисты, тогда будет жить и дело Ленина. Так что я призываю, товарищи, мы помним и всегда будем помнить, и своим детям наставлять, что Ленин и ленинское дело всегда бы жило и будет жить. Да здравствует идея Ленина, идея октября. Ура, товарищи! Ура! А мы придем во власть и четко заставим, а точнее пересчитаем ваши сраные комуслуги. Говно ваше, сливаемое нам в уши, пересчитаем. Выгоним 90% бюрократов. Да, это может сделать КПРФ. То есть просто убрав комуслуги в два или три раза вниз, сократив бюджет, сделав отдельный пенсионный фонд, который будет обязан сэкономленные средства уделять пенсионерам каждый месяц. А что в этом плохого, если сумма выплат уменьшится вдвое или втрое? И прибавка будет от трех до четырех тысяч рублей. И это плохо? Я вам гарантирую, при грамотном голосовании учесть и эти вопросы. Да, мы не сможем остановить награбленные, но если в Госдуму вернутся коммунисты, можно будет вернуть то, что вытекает из России. А это суммы больше в тысячи и миллионы раз. Тут разговор о вас стоит, наши любимые избиратели.